Всем привет! С вами снова я, Антон Сакович. Мы, наконец, обновили интерьер для наших видосиков. Ура! Но это не все позитивные новости, которые нас ждут на этих выходных. Стартуют все пары плей-офф первого раунда. Тоже мы этого долго ждали. Вторая дивизион немножко задерживался. И вот мы, наконец, к этому пришли. Также подведем итоги уже состоявшихся пар и поговорим про оставшиеся матчи. Будет интересно. Поехали! Итак, второй дивизион. МТС, Баззерс, Шутерс. Очень интересная пара, на мой взгляд. Классическое противостояние. Опыт против молодости. В периоды заявок команды не теряли времени зря и растащили по запчастям Ex-Home Relax. И растащили точно в таких же пропорциях. Молодость и скорость, азарт, любые качества добавляйте. В лице Магаляса и Савельенко уходят в Шутерс и уже успели себя проявить. Юра Волк уходит в МТС Баззерс и добавляет там, конечно, именно креатива. Пока что мы его еще не видели в деле, но вообще МТС мы давно уже не видели в деле, поэтому сложно предположить, в какой сейчас ребята в форме, опять-таки, что у них там по эмоциональному плану. Но то, что легко не будет никому, это факт. Опять-таки, так как это у нас опыт против молодости, МТС хорошо умеет вязать соперников, надавая им разбежаться, много фаллов. И вот в такой игре у них будет свое преимущество. Опять-таки, если шутер смогут разбежаться, плюс они добавили скамейки, то есть у них уже есть такая равноценная десятка и на матчи приходят все. Соответственно, они умеют еще вытаскивать сложные серии, что уже доказывают. Кто победит, не знаю, но мне хотелось бы, чтобы здесь было три матча в этой серии. И я на это поставлю. Именно если уже говорить про проход, я все-таки отдам здесь предпочтение опыту МТС Баззерс. Дальше. Пинск-древ, стэк-левел. Уже одна игра была. Пинск победил. Победил с неплохим запазом, хотя в самом начале Паша Козлов попортил нервы соперников. Но где-то я это уже видел. Да, это было год назад. Плей-офф. Точно так же. Пинск выигрывает первую встречу в первом рамде плей-офф у шутерс. И после этого начинаются эмоции. А тут эмоции начались уже после игры. Там были стычки, разговоры. В общем, скажем так, Пинск добавил остроты в это противостояние, потому что стэк-левел для них сейчас этот матч принципиально. И очень будет много действия того, в каком составе приедет стэк-левел. На эту игру они приехали обескровленно, особенно без передней линии. Не было ни пузырина, ни журавля. Поэтому, если все соберутся, я думаю, тут просто будут искры лететь. Это повторение прошлогодней такой же серии. Вопрос только, чем это все закончится. На мой взгляд, в принципе, все-таки останется здесь фаворитом. Тем более, ведя 1-0. Но хотелось бы тоже посмотреть три матча, чтобы это все решалось. Именно вот как потом. На этом можно писать историю второго дивизиона НБЛ. Эра недвижимости Деф-Минск. Это, наверное, самая спокойная из всех пар. И по темпу игры, и по каким-то, я не знаю, внутрикомандным расперам. То есть, ну, они не являются такими жесткими соперниками друг для друга. Эра недвижимости в последний момент обеспечила себе путевку в плей-офф. Но при этом в копилке есть Skull Bad Boys. Это единственная команда, которая смогла нанести один из лидеров сезона поражения. Соответственно, Деф-Минск достаточно уверенно переиграли стэк-левел в матче за первое место в подгруппе в концовочке. Ну и, как бы, они продолжают играть в сыгранный состав. Может, немножко не хватает скамеечки. Посмотрим, на что способен второй эйгер. Потому что один, это, во-первых, претендент на МИПИ. То есть, он есть в списке. Во-вторых, ну, там статистика очень крутая для центрового. И, опять-таки, сейчас вот вышел у нас топ лучших игроков по первому дивизиону. Скоро будет по второму. И я думаю, что он займет свое место. Вот. Поэтому здесь, думаю, будет тоже плюс-минус равная игра. Поставлю на эру недвижимости в трех матчах. Соответственно, эти игры у нас пройдут в воскресенье. Начало в 14-15 эрунда недвижимости. Ну и потом они будут подряд. 15-40 пинск древ стэк-левел. И 17-05 мтс шутерс. Бэтбойс норм. Эта серия уже закончилась. 2-0. Легкая победа для Бэтбойс. Как я и говорил, ну, эта команда с более глубоким составом и более ровная. С плюс хорошим налаженным тренировочным процессом и тренером на скамейке. У Норда шансов почти не было. Последняя игра вообще, можно сказать, так как нечто удивительное. Я такое вообще не помню за последние 10 лет, чтобы команды доигрывали встречу. Причем долго доигрывали. 3 на 3. Норда пришли в пятером. Сначала была травма, потом удаление. Ну, опять-таки, не самая красивая ситуация, потому что все на камере было слышно. И то судьи терпели, чтобы не оставлять 3 на 3. В общем, ну, по правилам на скейболу доигрывать 3 на 3 можно. Может, ребята соскучились по полове. Здесь, опять-таки, не могу не сказать слова восхищения Илье Каштянам. Это просто, я не знаю, как в камере, не знаю, что ты такой, а кто ты такой. Вы только вдумайтесь. Закончил человек регулярку, играя на позиции не центрового, со статистикой 20 плюс 20. Это очки, ну, даже больше там получается, это очки плюс подборы. И почти 5 плюс 5 ассист и перехват. Насколько это влияние мощно на игру? Ну, благодаря ему, в том числе, в первую очередь, Норт в плей-офф вышли. К сожалению, ну, тут дальше не получилось. Но я как-то вот действительно, ну, кайвер, да, незаконно его не добавил сразу в претенденты на MVP, когда было прошлое видео. Поэтому вот сейчас, по окончанию видео, вот эта вот монструозная цифра статистики, я думаю, что Илья достойно этого сбаня. Но, к сожалению, Норт отправляется на рыбалку. Итак, дальше. Переходим к первому дивизиону. Виталюр ФСК. Уверенная победа для Виталюра. В принципе, удалось собрать чуть-чуть больше обойма, чем то, чем заканчивали регулярку одни из фаворитов сезона. ФСК, ну, не получилось показать свой лучший баскетбол. Полностью был проигран щит от этого, все клясалось там, ну, вообще без вариантов. Тем более, три команды, которые в краске обычно борются до последнего и никому не дают спуску. Здесь как-то все однокалиточно. Ну, и еще один момент. Это игра лидеров. То есть, не пошла игра у Вобещевича, который всего лишь выдал 5 из 24 с игры. Как раз-таки вот именно его вдохновения не хватило. У Виталюра, наоборот, вернулся Данико Стапенко. Нормально, комфортно себя чувствует на площадке. 20 ассистов за серию. Ну, очень тоже крутые цифры. Как раз-таки то, чего не хватало, как креатив. Это именно вот болл-хендлер, который дирижирует атакой Виталюра. Ну, как раз-таки и с ним ожили остальные игроки. То есть, там в одной игре, по-моему, 6 игроков было с двузначными цифрами. То есть, ну, абсолютно равнозначно распределилась нагрузка на всех. Так что, Виталюра заслуженно идет дальше. Дальше идем к третьей дивизиону. Тут две серии уже закончились. Полесье Юнин и паст-тим ВСС. Полесье дожимал Юнин в четвертой четверти. То есть, была равная игра. Смотря на то, что команда первая против четвертой, Полесье шел без поражения. Юнин, наоборот, только в концовке обеспечил себе этот выход. Это равная игра до последней четверти. Полесье брал вверх за счет класса, за счет более широкой ротации, за счет того, что команда оставалась в более выгодной физической форме. В последней четверти могла продолжать бежать. Юнин, респект за сезон. Опять-таки, интервью будет, ребята. Я уже все вам сказал. Вы молодцы. Полесье, удачи дальше. И они ждут своего следующего соперника. Паст-тим ВСС. Здесь серия тоже получилась достаточно скоротечной. ВСС дали бой в первой игре. В первую очередь, Олектикун сражался. За каждый мяч, за каждый сантиметр. Два мощных дабл-дабла. 8 из 15 от форварда с трешки. Ну, бежал внутри, и первая игра там, ну, в самой... Ну, не в концовке, но разница небольшая была. Паст-тим дожали. Вторая игра уже была проще. Скамейка. Здесь ключевой момент именно. Скамейка Левенков и Кузьмитский. 41 и 33 очка, соответственно, в первой-второй играх на двоих. Это очень крутой выход. И именно это переворачивало игру. Ну, Влад, опять-таки, в целом, я думаю, что... Кто вспомнит, ребята, напишите в комментариях, кто еще брал две награды сразу. Лучший шестой и MVP, на мой взгляд. Он претендент на обе эти награды. Главный. В третьем дивизиале. И осталось у нас две игры, которые пройдут в эти... Три игры, которые пройдут в эти выходные. Серебрянка пытается дожать Wargaming. Первая игра тоже, опять-таки, получилась очень интересная. Гайдук и компания сражались до конца. Не хватило немножко. Ну, с другой стороны, я думаю, эта игра мало чем будет отличаться. И Серебрянка даст поиграть сопернику. И, опять-таки, Wargaming покажет себя с лучшей стороны. Но класс возьмет отверг. Я думаю, это 2-0. Адайни Прометей. 16.30 суббота. Тоже интересная очень игра. Вопрос, сработает ли дозаявка. Увидим ли мы российских регионеров в составе ядерщиков. Если да, на это будет очень интересно посмотреть на противостояние любительского российского и белорусского баскетбола. Так что 16.30, опять-таки, с комментированием. На консляцию буду я. Вот. Поэтому приходите, запасайтесь попкорном, чаем и смотрите. Ну и финальный аккорд. Это у нас по Д3. Опять-таки, суббота. Следом за Адайни будет 2 игры, которые вполне возможно закроют первый раунд плей-офф в третьем дивизионе. Это будет у нас игра Слэм Софт Стрела и Ис Софт Минск Хайни Бэджерс. Несмотря на то, что в первом раунде очень уверенно победили Слэм Софт и Ис Софт, это плей-офф. Опять-таки, это третий дивизион, где ничего не ясно от начала и до конца. И несмотря на большую разницу в счете, здесь все может измениться. Опять-таки, вот в интервью Костя говорил Коско, что ключевым стала травма Пукача у Стрелы. Пожелаем здоровья, восстановления скорейшего. Надеюсь, что вторая игра будет без травмы. Команда покажет свой лучший баскетбол. Поставлю на Слэм Софт в двух, то есть, что серия закроется. Ну и Софт Минск Хайни Бэджерс. Опять-таки, несмотря на то, как пошла первая игра, все-таки это первый опыт для Хайни Бэджерс в плей-офф. Поэтому ребята могут собраться. И как они имеют показывать характер, они уже показывали. Но все-таки я ставлю на 2-0 за Ис Софт. Что думаете вы? Оставляйте свои комментарии. С вами был Яртон Сокович. Всем мира! Продолжение следует...